Всем привет, друзья! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Это будет такое вступление к Лиге Пшеничного. Расскажу в двух словах буквально что да как. В общем, решили поделить эту Лигу на две категории. Первая категория до 130 рублей, так называемая Лига Б. И, соответственно, будет высшая категория от 130 и выше. Понятно, что цена условная, потому что на какие-то позиции часто скидки. Поэтому, если что-то не попало туда или, наоборот, сюда, то это чисто такого рода момент. Брали в основном все пиво, которое продают, соответственно, в обычных магазинах. То есть, пятерочка, магнит, КБ, плюс всю немецкую классику. Соответственно, сначала будет Лига Б. Почему так? Потому что, соответственно, мы решили, что первые три, так сказать, победителя. Первое, второе, третье место, именно Лиги Б, более дешевые, они перейдут в том или ином виде в Лигу А. В каком именно, я в данный момент не могу сказать. То есть, это будет там финал, полуфинал, просто в отборы. Может, по местам, как раз так и распределим, посмотрим. Вот, в каком формате, то есть, по четыре пива, отборочный этап. Потом, соответственно, полуфиналы проводит брат, то есть, оценивается именно вторым вкусом. То есть, не только на мой вкус, да, но и, соответственно, на вкус брата. И, соответственно, финал, где мы будем вместе оценивать как раз те самых победителей. И потом Лига Б по тому же принципу. Примерно так, все, погнали, ребята, смотреть. Хорошего всем настроения. Всем привет, друзья. Продолжаем нашу сагу с определением лучшего пшеничного пива в дешевой, так сказать, ценовой категории. Сегодняшние наши претенденты это Königs от Königs, собственно. Königs варится от Königs, варится на Балтике. Фельдшлёсен от одноименной пивоварни, Штейнингер это Ихбаум и Гильда тоже одноименная пивоварня. Три немца, получается, один наш. Не буду тратить ваше время, налью за кадром, вот, потом покажу, где что. Так, собственно, налил, в общем, как стояло, так и будет. Сейчас пена чуть-чуть усядется, я взболтаю, долью и уже позову брата на дегустацию. Так, всем привет, друзья. Продолжаем нашу лигу пшеничного. Сегодня снимаем в таком интересном месте, да, вот, всякие-то этикеточки. Не знаю, насколько будет хорошо именно видно, там, в плане их рассмотреть. В общем, четыре пива, что видим по внешнему виду. Здесь, конечно, не очень это стоит удобно смотреть, гораздо лучше, когда это сидя, да. Но вот, мне кажется, что вот это, наверное, самое... Хотя, ну, может, мне скорее кажется, да, потому что... Вот это, конечно, самое темное из всех экземпляров. Ну, а вот эти ближе к обычным, да, пшеничкам. Вот это самое какое-то мутное, прям, вообще непрозрачное. И карба тоже высокая. Тяжелая, на самом деле, будет оценить. Пена везде, как видите, есть. Причем время сегодня прошло, ну, действительно, уже прилично. Минут, там, семь, может, прошло уже, смотри-то, наливо. Пока тут все настроили. Короче, погнали. Начинаем, как всегда, с ароматики. Как раз еще раз на внешний вид постучить. Что-то я, наверное, сразу ночью поднимать. Потому что все равно там толком не посмотришь. Карба уже такое ниже среднего, да, наверное, скорее. Пенка, в принципе, имеется. Ароматика такая пшеничная. Немножко такая, какая-то, знаете, ну, вот белый хлебушек такого плана скорее. Выпечки, может, какой-нибудь. Именно прям банана яркого такого нет. Скорее такой, ну, приятная ароматика в целом. Мне нравится. Приятная, хорошая ароматика. Может, конечно, не совсем, наверное, каноничная. Из-за того, что нет банана. Посмотрим, вот это совсем не прозрачное пиво. Что это? Ароматики, кстати, тоже в нем нет. Интересный экземпляр. Очень слабая ароматика. Практически нет. То есть, будем считать, что ароматики в этом пиве практически нет. Причем никакой. Нехорошее, неплохое, никакой нет ароматики. Смотрим дальше следующее пиво. То, что, кстати, с ароматикой не особо. То есть, вот такое пиво мне дайте. Я никогда не скажу, что это пшеничное пиво. По цвету оно похоже на пшеничное пиво, но по ароматике что-то не то. Не хватает ароматики почему-то в этом пиве. Ой, аж носом клюнул в попытках найти ароматы. Ну тут есть. Ну тут есть. Ну тут как раз вот ближе к бананам, ко всем этим нотам. Что-то в этом плане. Ладно, раз что взял вокал, с него в принципе буду начинать тогда. Нормально, кстати, пиво. Достаточно плотное, чувствуется в принципе пшеничное тело. Вот. Может быть перебор именно с кислинкой здесь имеется в принципе. Такая немножко она. Хлебность такая ощущается, знаете, чуть-чуть. Ну вот видите, он цвет немножко темноватый. Немножко хлеб не прям белый, а немножко вот все-таки как будто с прожаренкой какой-то. Ну то есть это, наверное, не совсем вот именно в точке зрения стиля прям правильно. Но как пиво, опять же как первое пиво, мне в принципе вполне себе неплохо, как говорится, эта тема заходит. Ну, первое пиво мне сейчас-то хорошо заходит. Независимо от того, насколько она на самом деле хорошо. Погнали к экземпляру номер два. Который тоже со слабой ароматикой был, как и следующий будет. Посмотрим, что тут. Тоже узнаешь, в принципе, то, что это пшеничное пиво. Ну вот. Ну вот здесь мне не нравится. Оно совсем какое-то кислое. Я что-то пиво мне не нравится однозначно. Неудачная позиция, скажем так. Вот это пиво мы отметаем. Вот даже то, что оно второе, уже оно мне не понравилось. Сильно кислое пиво, просто кислит оно слишком. И какая-то тяжесть с ним есть. Вроде изначально, как само пиво, легкое достаточно показать. Но какая-то вот тяжесть с этой кислиной накатывает. Не прикольно. Погнали дальше. Вот тут есть, кстати, немножко сластинки еще появляется. То есть в этих пиво не было, было больше. Ну, то есть последнее было с такой оригинальной ноткой какого-то немножко перехода вот в прожаренность уже какого-то хлебушка. Да, то есть здесь как раз есть немножко сластивая нотка. Свойственная, в принципе, пшенички. Но тоже, как по мне, кислинка перебор. Вот, не очень нравится мне баланс. Лучше, конечно, чем предыдущие, но не совсем то. Погнали к моему фавориту, к первому пиву, которым была самая такая яркая, приятная ароматика. Сейчас посмотрим, что будет по вкусу. По вкусу, кстати, без кислинки вообще практически нет. Чисто такое пшеничное пивко, по факту. В принципе, окей. Но, не знаю, мне кажется, вот это мне больше понравилось. Сейчас, давайте еще раз попробую последнее. Последнее, блин, оно какое-то специфическое за счет этой нотки. Мне оно нравится, я могу сказать. Наверное, с точки пшенички именно как-то не совсем канон. Поэтому будем выводить, соответственно, следующий этап. Первое пиво. Это все-таки не совсем канон. Хотя мне, допустим, сейчас зашло. Уж первое берем, а сны эти две вообще не понравились. Показывай. Подводим итоги. Брат, собственно, пиво достал. Ну, чтобы он здесь перед камерой, как говорится, не ходил. Потому что здесь ему ниоткуда, да, появиться. Избоку, да, ни с какого. Поэтому немножко-то вырежем момент, когда все доставалось. В общем, что хуже всего. КБшники. Штейнгер, который я всегда говорил, что это одно из худших пивас, в принципе. Так оно и фельдшлесы. Чуть лучше, но это вот обычная, вот настолько ничем не примечательная пшеничка. Вот, смотрите, ребят, коникс. Моя, так сказать, ставка, да, была на коникс. И, блин, ну реально, вот я его сразу и приметил. То есть, как хорошее пивко. Но, как говорится, как сказал, так сказал. Потому что в нем есть какая-то нотка. Я скажу, что оно мне нравится. То есть, в принципе. Но, видимо, не совсем в канон. У нас в итоге побеждает петух. Глайт из магнита. Ну, окей, не, наверное, не... Ну, объективно буду, ребят, говорить. Этот выпуск, наверное, самый... Мне не понравилось, вот кроме вот этого пива, ни одно. Но оно было не совсем в стиле. Поэтому, соответственно, взял то, что вот максимально за что. Просто, чтобы кого-то взять. То есть, здесь даже мыслим... Может, никому не брать? Ну, не хочется все-таки. Хочется все-таки брать. У нас так осталось три выпуска. С одного до двух еще будет взять. Поэтому, как бы... Вот тогда будет с двух надо двух будет брать. А там вдруг... Ну, пиво, сам понимаешь, дешевое. То есть, не самое такое. Так, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. В принципе, сейчас еще одну серию отсюда запишем с этой локации. Вот. Все. Подписывайтесь на все альтернативные каналы. Не знаю, как дела будут с ютубом. Будет он вообще работать в то время, когда эти ролики будут выходить или нет. Так что, где-то вы это все посмотрите, кто смотрит. Вот. Ну, и, соответственно, в описании или где-то в комментариях там вот ссылки на какие-то альтернативные платформы. На всякий случай подписывайтесь. Все. Всем спасибо. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока.